Как бы это ни хотелось, но так оно и есть. Без страховки, господа, жизни не существует в природе. Потому что даже если мы будем говорить о Советском Союзе, мы там также страховались. Страховались, и мы могли спокойно жить. Потому что это было наше правило. Мы были всегда застрахованы. Почему мы сейчас это не делаем? И давайте зайдем сюда. Страховой брокер, регион Уралсодействия, который располагается на проспекте Карломаркс 13. Для того, чтобы на моем примере вам показать, что вам необходимо страховаться. Наши передачи умны. Мы вместе с вами думаем, как прожить далее в не самом спокойном месте. Конечно, нам далеко до идеала демократии. И именно она и присутствует в Париже. Ибо потому, как там дают от лица желтых жилетов и профсоюзов, что и правительство, и президент думают об отставке. Но у нас есть тема другая. Мы можем вовремя застраховать свое здоровье, недвижимость и машину. И после этого все будет по-другому. А сейчас я это буду говорить. И лучше вам внимательно слушать. Уважаемые мои магнитогорцы, да и Россия. Понимающая мои передачи. Итак, почему я говорю о страховке? И почему я вам все буду сегодня делать в кадре? По одной простой причине. Потому что я это дело сам видел. Своими глазами. Я видел, как страхуется Америка. И первоначально дело-то было еще, когда W. Bush был. Ну, сын того человека, который уже на том свете. Ситуация была очень прикольная. Как всегда, спалилил все. Калифорния. Там все сгорело. И стандартная американская девочка, такая прикольная девочка. Ну, в смысле, женщина уже стандартная американская девочка. Потому что я был в Америке. Я видел этих стандартных американских женщин. То есть полтора на полтора на полтора. Это не то, что вы смотрите. И вообще, если вы будете говорить об идеалах, я вам скажу, что идеалы, это небольшое количество тех людей, которые заходят к вам через телевизионный эфир. В остальном, конечно, там все немножко по-другому. И когда эта девушка с улыбкой прибежала к W. Bush'у и сказала, ну, вот дом сгорел. Вы понимаете, у нас проблемка. Я в свое время потеряла там выпускное платье. Представляете, полтора на полтора. Она никогда в жизни туда не залазит. По одной простой причине. В Америке все дома, все, все, все дома застрахованы. И вы знаете, даже невзирая на тамошние ценники, я так скажу, что получив страховку, почему они молятся? Почему американцы молятся? На что они молятся? Они молятся на пожары. Естественно, как и без этого-то. Они очень хорошо молятся на вот эти турбулентные вещи. Ну, то есть вихри и ураганы. Это тоже самое удовольствие. То есть, представляете, построили что-то такое нехорошее. А потом на всю страховку и это было бы хорошо. Да? Да, господа мои. Вся Америка застрахована. И я бы это вам рекомендовал делать. Особенно зная о том, что... Ну, а почему нет? По сути событий, когда вы страхуете свой объект недвижимости, сумма абсолютно небольшая. Вы понимаете? Вы придете сюда, на Карломарксе 13, застрахуете свой объект недвижимости и живите спокойно. Реально выплачиваете. Ну, не дай бог, что-то такое может случиться. Будем надеяться, что это не случится. И уже потом вы можете построить и гораздо больший, и интересный вариант. К слову, о чем мы сейчас будем говорить? Вот, мне дали. Мне дали альфа-страхование. Почему здесь работают... Мы будем говорить, что это брокерское агентство. По одной простой причине, в брокерском агентстве они хоть понимают... И они гарантируют вашу страховку, чтобы у вас было все хорошо и красиво. Поверьте мне, так оно здесь и делается. Давайте мы определимся с ценой опроса. Я не знаю, стоит ли ваш дом 50 миллионов рублей. Я не думаю, что он может быть стоить. Но даже если это 50 миллионов... Представляете, да? 50 миллионов. Там девятиэтажку можно построить, если честно. На 50 миллионов. Представляете? Застраховали свой дом на 50 миллионов, да? Дай бог, чтобы это было все красиво. А потом девятиэтажку. И вот ваша прибыль. Представляете, девятиэтажку. Всю девятиэтажку потом сдаете. Едете куда? А я чуть дальше и позже расскажу. В любое место жительство за девятиэтажку. Получаете нормальную такую прибыль красивую. И живете в других местах. Итак, если это 50 миллионов, то максимальное страхование получается в пределах 200 тысяч, если дерево. Если камень, то, естественно, дешевле. Это 50 миллионов. А вот обратимся к тому, вот вы живете, да? То есть вы для себя построили дом примерно за... Ну, я вам показываю, да? Вообще, чем мои материалы интересны, то есть я вам демонстрирую, как вы можете задешево построить себе качественный дом. И если ваш дом, вот сейчас, допустим, его можно сделать за 900 тысяч рублей, а застраховать за 5 миллионов, я сейчас просто поворачиваю, поворачиваю, да, поворачиваю сюда. Поворачиваю. Теперь, ребята, крепитесь. Все, что должно быть, все, что должно быть в... И застраховано на 5 миллионов, то есть вы построили свой дом за 900 тысяч рублей. Я вам показываю, что это можно сделать. Вообще, чем хороши свои дома, тем, что, во-первых, у вас все красиво, вы машину ставите рядом. Мало того, вы еще и кушаете грамотные вещи, которые сами вырастили. У вас, естественно, есть водичка своя. Если у вас с головой все в порядке, то вы и топитесь, и не попадаете на газ. Это я про себя, естественно. Вот. То есть вы его взяли за 900. Застраховали за 500. Теперь держитесь. Цена вопроса. 18 920. За год. За год. Это... Ну, если вы просто пересчитаете, то есть... Это, грубо говоря, две суммы квартплаты за трехкомнатную квартиру. Представляете, за год все это дело страхуется, и не дай бог, что случится, уже 5 миллионов. Да. Это было круто. Хотя, если вернувшись на те же 900 тысяч, там вообще смех становится даже меньше 50 долларов. Ну, так. Хорошее, грамотное медицинское страхование. Теперь, раз мы говорим о пути перемещения, почему мне интересно брокерское агентство. Потому что... Вот давайте обратимся. То есть вы часто ли лечились за границей? Ну, часто вы лечились за границей? Я думаю, что нет. А я лечился за границей. Я в свое время оформил грамотную страховку. Я, естественно, по этой грамотной страховке поехал там лечиться. И за 30 долларов я увидел те вещи, которые, в принципе, не каждый может видеть. Потому что это была такая Турция. И мой бронхит и полностью меня целиком все вылетели за всего лишь 3 дня. 3 дня меня капали. Я за это дело заплатил 30 долларов франшизы. Я пришел. Это было изумительное удовольствие. Представляете, я просто застраховался. Клево? А то. Я вам гарантирую, что при поездке... А давайте все-таки определимся, что... Эта сумма небольшая была. А если бы это была целиком качественная поездка, чтобы все хорошо было, там прямой к ты. Ну, максимум там тысячи-две тысячи рублей. Заплатите спокойненько. И вот тогда, и вот тогда, в любом месте... Я не буду говорить про Россию, да? Ну... Да, у нас немножко сложности с этими делами возникают. Но дай бог мы все это дело вернемся. В любом месте вы можете посмотреть, как вас будут хорошо лечить. А? Интересная штука, страховка. И теперь вариант немножко другой. Ну, вы знаете, что у меня за болячка, да? Не самая лучшая. Мягко так скажем, самая плохая. Вот. К сожалению, я сейчас не могу себя застраховаться. Но... Давайте определимся, для кого вообще я все это дело объясняю. В принципе, я это дело объясняю для тех, кому сейчас 18 лет. Потому что я для вас и работаю, господа мои. Я не могу это дело объяснить людям, которым сейчас 60 лет. Хотя... иногда они меня смотрят. Больше количества людей смотрят меня в возрасте до 35 лет. Это благодаря YouTube я это тоже вижу. Но основная моя мысль и для кого я работаю, я работаю для вас. Мои мелкие... Ну, пока еще мелко, в принципе, да. То есть, надо вспоминать, сколько у меня возраста. Вот. Чтобы это было у вас красиво. 22 года вышли с института. застраховали. Вот. Процедура лечения моей штучки вот эта, да. Это примерно 110 тысяч долларов. Вот застрахуйте себя на 110 тысяч долларов. А если еще круть, застрахуйте себя на 200 тысяч долларов. Ну, не дай-то бог это возможно случится, да. Представляете, на 200 тысяч долларов не дай бог, не дай бог это, не дай бог в случае чего вы застраховались. Вы своим детям купите квартиру в Москве. неплохой вариантик, да ведь? Очень неплохой вариантик. И я бы, заплатив не сильно большое количество денег, легко бы вылечил это свое заболевание. А так, конечно, все это делается во-первых, благодаря городу Магнитогорску. Ему огромное спасибо. Ну, и благодаря своим силам. Потому что я тоже это делаю. То есть, я работаю. А я мог бы этого и не делать. Представляете, застраховался бы на 200 тысяч. Еще бы квартиру сыну бы заплатил. В случае онкологического заболевания это тоже возможно сделать. Еще бы мне хватило на лечение. Это было бы круто. Почему мне никто об этом ранее не сказал? А? Вот, кстати, вы должны понять, я не сильно люблю страховку. Ну, не сильно я люблю. Хотя, если бы это была нормальная страховка, как в Америке, к слову, а у нас есть нормальная страховка, как в Америке. Да, ребята, это называется каска. Для вас оно делается. И стоит оно абсолютно недорого, еще дешевле, чем 200 долларов. Вы должны понимать, да? Сколько сейчас долларов стоит? Так вот, вы можете также свою машину застраховать по каскам на целый год. 10 тысяч рублей, ну, с небольшим. Да, 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 да. Если вы грамотный участник дорожного движения, если вы никуда не въезжаете, и тогда все абсолютно нормально. То бишь, почему, ну, вы понимаете, что век живи, век учись. Век живи, век учись. Да, да, да. Опять же, все на своем примере. Два-три дня назад мне раздолбили мою машину. Она просто стояла на парковке. Она просто стояла на парковке. Очень хорошо ее разболбили. Уроды. Не буду вот это слово говорить. Ну, в принципе, так оно и есть. Я бы знал бы, чтобы это было бы раньше, пришел бы и застраховал. Представляете? Что же они делают? Возможно, мне также придется переехать в деревню. Хотя лучше бы этого не делать. Но вы понимаете, да, количество людей, которые меня обожают, большое количество. Большое. Вопросов нет. Потому что я работаю для вас. Я про себя ничего не говорю. Это все делается для вас. Вы придите сюда, застрахуйте свою машину. Да, и показка, почему нет? Только езди аккуратно, и тогда все будет абсолютно красиво. Я не буду говорить, что такое случается. Дай бог, этого не случится. Но вы уже понимаете, что даже при переезде в другое место, да, может быть, такое случается, да, ваша машина сто процентов застрахована. Если вы не будете себя вести странным образом, как у нас отдельные товарищи ездят. К слову, такая тема есть, в принципе, в Индии. Очень хорошая страна, реально красивая страна. Когда мне говорят, что там все не очень хорошо, я говорю, ну, во-первых, сколько вы там раз были? Я-то там три раза был. Хочу еще четвертый раз съездить. По одной простой причине, они очень хорошо говорят на английском языке, и мой сын занимается английским. То есть, я, когда туда приеду, я скажу, сын, все, и нам теперь мы с тобой будем говорить на английском. Окей. Так вот, в Индии, в огромной и красивой и сногсшибательной Индии есть сказка. И в Индии, в такой красивой, огромной и удивительной Индии нету, практически нету дорожно-транспортных происшествий. И в Индии, в такой замечательной стране, практически полностью отсутствуют цветофоры. И все они ездят абсолютно спокойно, грамотно работая, потому что они, и у них есть та самая страховка. И в этой самой замечательной страховке правила одно и правильное. То есть, если ты ударился, ты будешь платить. Понятно? Поэтому все ездят очень, очень красиво и аккуратно, что, в принципе, и во всех нормальных странах мира существует. конечно, было бы красиво все это делать, как в Америке, но мы не будем про это говорить, потому что, ну, пока мы до Америки не доросли, но есть такая возможность застраховать свою машину. И лучший вариант застраховать мою машину там, где я вам сегодня говорю. То есть, это проспект Карломаркса, 13, потому что здесь работа для вас, для вас все и делается, господа мои. приезжайте сюда, страхуйте и получайте лучшее удовольствие. Лучшее удовольствие. И тогда, я надеюсь, у вас не будет моих косяков. Понимаете? Чем раньше вы это сделаете, тем это будет лучшим для вас. Уважаемые мои господа магнитогорцы и гости города. Да, господа, я влетел не по-детски. Реально круто и с болью великой. А теперь я знаю, где все можно застраховать. Да здесь же. Теперь общая цена на страховку. Но чтобы меня вообще ничего не беспокоило, то сумма в 20 или 30 рублей в год и меня вообще ничего не будет беспокоить. Это реально. И вы думаете, почему я не ходил по страховым компаниям? Да по всем, по всем я ходил, ребят. По всем я ходил. И в большем случае я видел, что эти все страховые компании, они были рассчитаны на выкачивание ваших денег. Но мне это очень сильно не нравится. Мне это не нравится по сути событий. Я бы хотел, чтобы вы были качественным образом застрахованы. Чтобы у вас не было проблем ни с недвижимостью, ни со здоровьем, ни с автомобилями. И ваш вариант и одно из лучших правил перейти сюда, на проспект Карла Маркса, 13. Страховой брокер Регион Урал Содействия. Чтобы себя застраховать качественно и уже потом получать максимальное удовольствие, спокойно ездя по трассе, спокойно находясь в зарубежных командировках, спокойно оставляя свою недвижимость. Потому что все это будет за-страх-о-в-ан-но. Вы понимаете? Продолжение следует...